Добрый вечер. Сейчас я сюда и подумал так, что наша логика развития лекции, объекта лекции получила какое-то направление. Сначала у нас были чисто такие философские лекции, потом они стали не очень философские, потом они стали литературно-философские, а теперь они совсем не философские. И, как говорил мой профессор в литературе, стало страшно подумать, чем это может кончиться. Посмотрим, куда-то выйдет. Это такая вопрос, что будет ли сегодняшняя лекция, начало цикла, или это будет просто каким-то отдельным маслом. Давайте посмотрим. Проходите вот сюда, здесь лучше бы, чтобы не смотреть в одну сторону, и перейтеть на лобой, хотя это полезно для ротехнологов, но, может быть, не обнимать. Пойдите сюда, пересаживайтесь. Значит, сразу хочу прояснить, само содержание лекции, что оно не случайно называется не Роман Пушкин, и, скажем, его инцерпретации, а мы говорим именно о комментариях одного автора, Владимира Набокова. Ну, правда, это самый, видимо, все-таки обширный комментарий. Он там составляет порядка тысячи страниц. Вот вариант вот издан. Все могут прочитать. Кстати, есть в электронном виде он тоже доступен, поэтому можно скачать и посмотреть. Ну, и даже этот комментарий. Понятно, что такой объем комментариев не может выложиться ни в одну лекцию, ни даже в десять. Те, кто заинтересуется, могут прочитать. Несколько слов скажу о том, как происходит отбор того, чего комментируют. Огромная часть комментариев Набокова относится, ну, она, понятно, связана с его эрудицией, относится к выявлению параллелей и истоков пушкинских текстов, пушкинских строк, отдельных образов и очень распространенных там, скажем, какая-то фраза, он говорит, ну, это такой распространенный галицизм. Ну, то есть имеется в виду, значит, из французской литературы, французской поэзии или просто образности какой-то французской. И куча потом примеров, откуда это взято. С одной стороны, и с другой стороны, соответственно, выражение английское, потому что значительную часть текста составляет сопоставление романа Евгения Нигин с другим великим произведением Дон Жоан Байрона. И как раз вот тоже либо сопоставление как противопоставление, либо сопоставление как нахождение действительно параллелей это делается. Вот это я практически всего не затрагиваю, потому что то, что касается галицизмов, нам это ни о чем не говорит, потому что не обладая знанием французского языка и эрутицией Владимира Набокова, уже надо будет просто пустое занятие перечислять все эти первоисточники. Ну и, собственно, отношения и параллели с Дон Жоаном или другими произведениями английской литературы примерно такие же. Вот поэтому... Четырнадцатого ряда скобками сразу. Скажу еще одно. Комментарий Набокова — это именно комментарий. То есть Владимир Набоков не ставит своей задачей литературной, филологической или какое-то другое интерпретирование романа, выявление ему смыслов, выявление каких-то связей, выявление каких-то идей. Вот этого он ничего не делает. Поэтому, ну, если кто-то, скажем, этого ждет от комментария Набокова, он это ошибается, то он доходит огромное количество всяких замечательных подробностей, именно начиная от простых пояснений, что значит то или иное слово, и заканчивая довольно развернутыми какими-то изысканиями по поводу отдельных образов, отдельных моментов. Ну, скажем, знаменитое отступление в первой главе, касающееся женских ножек. Оно и у Кушкина довольно развернутое получается, в общем, не очень обоснованное объемом самой головы, а у Набокова вообще занимает там десяток, а может больше страниц, потому что, ну, чем не порассуждать на такую занимательную, приятную и интересующую тему. Вот привлекает для этого большое количество, точно так же, информации из писем, из воспоминаний и из других каких-то источников. Это вот те предварительные замечания, которые я хотел сказать, касательно самого комментария Набокова, это абсолютно жанр его прозит. Теперь касательно нашего жанра. Тоже затрудняюсь, кто даже пытался выспросить, как лучше сделать у своих товарищей и друзей, как бы это нам построить. Поэтому всё-таки склоняюсь к тому, что в конечном счёте мы сегодня прочитаем всю первую главу. Первую главу. Ну, если я там не буду помнить какие-то тексты, вы мне подскажете потом, что вы все знаете, естественно, я иду с первой главой, и, соответственно, к ней будем дремя от дремени создать комментарии. Вроде буду читать не целиком, а фрагментами, то есть какими-то смысловыми пусками, потому что, ну, чтобы опять же не утомлять долгочтением, потому что это не артистическое чтение, а такое лекторское, это рада. Ну и чтобы ещё до конца не забыть, что было, и чтобы комментарий не относился там к самому началу. То есть мы уже прочитали, а уходите полчаса назад, я вам такое-то слово произносил. Ну вот, примерно так. Роман Пушкина начинается, часто, ну, все знают, да, как начинается роман Пушкин где-нибудь? Кто скажет? Мой дядя самый дядя. Да, мой дядя, самых честных правил. И, в общем, в каком-то смысле это правильно, потому что это первая страфа первой главы. Но перед первой страфой первой главы есть ещё некоторые тексты. Значит, прежде всего есть эпиграф на французском языке, который относится ко всему на французском языке. Кто не знает, это русский язык? Если никто не знает, тогда я скажу. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Много французского языка. Это проникнутый, это Петхи, это значит как-то через него проходящее, проникнутый в тщеславие. Он сверх того обладал ещё с особым родом гордости, который заставляет признаваться с одинаковым безразличием как в своих хороших, так и в своих плохих поступках. Это следствие чувства превосходства, Дэон Сана Супер Хэйди Тэ. Быть может у него, ведь это так не важен, у него же воображаем. Те, кто знают, как это сюда относится? На самом деле, я вам всегда задумался, но для меня неочевиден был этот эпиграф и связь этого эпиграфа со всем последующими текстами. Потому что не очень понятно, кто в чем признается. То есть, признается ли в этом Аневин? Вадим взяли признается, потому что не он пишет. Признается ли в этом Пушкин? Но Пушкин в романе ни в чем таком типе лично, на ссору не сознается. Вот поэтому, если верить или следовать комментарию Владимира Нового, то он говорит так. Вообще Пушкин это взял, опираясь на уже сложившуюся традицию, в том числе того же Байрона или того же Вальтера Скотта. Но дальше замечательная фраза. Сопровождать вполне легкомысленные произведения, предварять вполне легкомысленные произведения философскими и глубокими эпиграфами. Ну тут все нравится мне. И что, эпиграф, он философский, глубокий, и что-нибудь генетики, но это вообще такое легкое, достаточно легкомысленное сочинение. Но, тем не менее, вот здесь. И Набоков приводит, что это не особая оригинальность Пушкина, сам смысл этого эпиграфа. Хотя указано, что эпиграф взят из частного письма, скорее всего, это сочинено, потому что в черновиках Пушкина есть варианты этого эпиграфа, то есть с разными немножко текстами, и, значит, скорее всего, он просто его сочинял работой над ним. Ну, если бы были взяты из фильма, то было бы взяты, закончили над ним. А фрагменты, которые приведены Набоковым, чтобы подтвердить, что это довольно распространенная такая история, Ну, вот, в частности, он говорит о рассуждении Мольбранша, например, о, причем немного немало. То есть, в Мольбранша, видимо, есть несколько заметных серьезных о Монтене, и он так его, в общем, очень иронично и нелицеприятно везде показывает. Итак, похваляющиеся ставят себя выше других, но еще более изощренный вид тщеславия описывает свои недостатки. Когда Монтен себя осуждает, он кажется мне еще более гордым и тщеславным, чем когда хвалит себя. Ведь удовлетворение тщеславия за счет собственных недостатков свидетельствует о нестерпимой гордости. Человеку, который с наглостью объявляет о своих преступлениях, я все-таки предпочитаю того, кто стыдливо скрывает их. То есть, это Мольбранш, пишущий о Монтене. Аналогичное рассуждение, кстати, вот Эдмунд Берг считает, что сама вот эта тематика, она в значительной степени относится и была инициирована Руссо. И сейчас, кстати, вот там пишут, что у нас в Англии основатель философии тщеславия исповедовал единственный принцип, ну, собственно, тщеславия, и мы пороком одержим до сумасшествия. С его, то есть Руссо, помощью они, революционные власти Франции, вселяют в свою молодежь римитивную, грубую, отвратительную, удручающую, дикую смесь педантизма и распущенности. Ну, в данном случае, я вот, почему еще цитирую некоторые части, чтобы мы вообще по-другому относились к классике. Для нас Руссо, это что? Ну, Руссо. Хотя в тексте они тоже есть, Руссо за мечами мимохода, для него понять, как важный грех. Современные люди относятся к тем как нормальным людям и не стесняются, в общем, вполне резонно упрекать их в тех вещах, которые им самим кажутся недопустимыми. Ну, в частности, по поводу Чеславия. Ну, и, кстати, вот есть упоминание о Байроне, что посвятительство биографов Байрона, последний, любил посылать из Венеции порочащие его заметки в парижские и венские газеты. Мало того, что он в письмах, он в газеты писал заметки сам на себе, в надежде, что британская пресса их перепечатает. Вот, а он получит от герцога де Бракли прозвищем «Он фанфарон дувис». И это возвращает нас на главную эпизику. Итак, то есть, тема «Мы легенда» такая модная и вполне распространенная в то время. Помимо вот этого вступления, которое относится ко всему роману, были другие вступления. Роман, вообще, Евгений Онегин писался с 1823 по 1831 год. Первое издание, это было отдельное издание первой главы, то есть, он не сразу здесь целиком опубликовал, первое издание первой главы, а оно было опубликовано в 1825 году. Так вот, это первое издание, во-первых, было посвящено брату Пушкина, Льву Сергеевичу Пушкину, и, во-вторых, имело соответствующие еще несколько вступительных текстов, которые как-то должны были прояснять содержание. Значит, как вот в первом издании вступления Пушкин предварял свое сочинение. Писал вот так. Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено. То есть, уже хорошо. Несколько песен или глав Евгения Онегина уже готовы, это все он пишет. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они носят на себе отпечаток веселости, ознаменовавший первое произведение автора Бухлана и Людмила. Вот это Пушкин про себя в третьем рецепте. Первая глава представляет собой нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года. Напоминает депо, а также сутошное произведение мрачного Байера. Дальновидные критики заметят, конечно, недостаток плана. Всякий волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу Онова. Стал осуждать и антипоэтический характер главного лица. А также некоторые островы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочее. Но, да будет нам позволено обратить внимание читателей на достоинства, редкие в сатирическом писательстве, отсутствие оскорбительной личности и наблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов. Ну, то есть из всех очень многих фраз цепляет несколько моментов. Ну, во-первых, в самом начале. Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств. Ну, не очень понятно, под каким влиянием благоприятных обстоятельств писано, потому что Пушкин пишет Евгения Егина в ссылке, куда его отправляют из Петербурга. Ну, может быть. А дальше. Что носит на себе отпечаток веселости. То есть это речь идет о первых трех главах Евгения Егина, например. Ну, честно говоря, вот и сегодня мы там не обнаружим, и вообще-то почитаем. Особой веселости тоже не наблюдается. Чего Пушкин ведет Евгений, не знает. Набоков тоже не знает. Но вот этот вот момент шутливости и веселости все время присутствует. И он характеризует свое произведение, в конце концов, тоже, да, как соблюдение строгой благопристойности в шуточном описании нравов. Ну, то есть изначально, значит, Пушкин как-то, видимо, задумал сочинение такое легкое и ироничное. Но при этом никого особо не задевающее, поэтому, как увидим, дальше некоторые фрагменты, которые выходили за пределы благопристойности и какой-то, значит, там, приличности, они либо были удалены и остались в черновиках, либо вообще сейчас нам не доступны. Первое же издание было снабжено, как я сказал, помимо посвящения своему брату, было снабжено еще одним, и помимо этого комментария оно и прочитано, произведением, которое, ну, тоже, может быть, на, могу сказать, сейчас не очень-то к месту было напечатано, а, может быть, и к месту было напечатано. Сегодня это отдельное сочинение, которое называется «Разговор книгопродавца с поэком». Если я думаю, вот книгопродавца с поэком, вот как вы знаете, вот скажешь, «Разговор книгопродавца с поэком, звучит вполне прилично». Нет, прилично. Ну, книгопродавец создавается с поэком. А если ты говоришь «Книгопродавца», то в этом сказано, что это все звучит, что-то такое самое оскорбительное такое, как «Христопродавец», так и «Книгопродавец», что-то такое неприлично. Вот это было предварено этим стихотворением. Еще раз говорю, скорее всего, содержание-то отношения не имело, но вообще характеристики жизни Пушкина, который был обязан, ну, должен был и вынужден был зарабатывать средства своей писательской и, соответственно, издательской деятельностью, имеют как раз очень важное отношение. К слову сказать, и дальнейшая история вот этих предваряющих текстов, она тоже с этим связана. Вот смотрите, в первом издании, как в первой главе, она посвящена брату. Значит, брат Пушкина, Олег Сергеевич Пушкин, человеком был одоленым, литературно не без таланты, имел хорошую память, блестящую, запоминал только огромные объемы произведений самого Пушкина. Он был издателем, потому что он очень активно в этом участвовал, но при этом был человеком достаточно, опять же, светским, как мы сказали, легкомысленным и веселым, поэтому по отношению к тем же значениям Пушкина он не очень так, как бы сейчас мы сказали, так особо, ну, напрягался по поводу авторских прав. И поэтому те рукописи, которые Пушкин ему передавал, или те тексты, которые он запоминал, он очень щедро делился со всеми своими светскими друзьями. Ну, казалось бы, что же хорошего, чуть лицо плохого почитать там нашим друзьям. А плохое это то, что после того, как он распространял либо в переписанном виде, в списке, либо рассказывал, а это записывали произведения Пушкина, то уменьшалось количество покупателей произведений Пушкина, которые потом издавал. По этому поводу это было не шуточное дело, а в результате между братьями прямо состоял серьезный скандальчик. И поэтому в последующих посвящениях, во-первых, значит, это имя Пьева Сергеевича было снято, и долгое время там между ними прямо-таки совсем были серьезные какие-то разногласия. Посвящение следующее, которое возникло в тексте, было сделано к изданию четвертой и пятой главы, и это было посвящение Петру Александровичу Плетнёву. Значит, Пётр Александрович Плетнёв, также человек, ну не совсем не имеющий отношения к литературе, он сам был поэтом, потом уже сейчас выглядит, что он не очень, наверное, хороший, но был знатоком словесности, преподавал словесности сначала и в частных пансионах, учил в домах, потом он работал и в Петербургском университете, и потом даже был рефтором Петербургского университета, и что же по нему человек не последний. Так вот как раз Пётр Александрович делал большую делку для тщательного, скрупулезного и действительно последовательного издания сочинений Пушкина. И поэтому Пушкин не случайно как бы сделал посвящение ему, но тоже не обошлось дискордать, потому что в своё время Плетнёв, Пётр Плетнёв написал стихи, там посвящённый батюшке стихотворения, очень батюшка на дворе был какой-то уже больной, и очень бурно прореагировал, что за гаремотию тут такое мне написали, а Пушкин, соответственно, как-то в этой истории, тому же самому Льву Сергеевичу сказал, что ну да, в общем, Плетнёв, конечно, там что-то написал и так, сидел и парил. А Лев Сергеевич, как кольм, который был человеком очень светским, рассказал всё это, соответственно, самому Плетнёву. Плетнёв даже не очень обиделся, а вот, в общем, как-то очень погрустнел, Пушкин написал какое-то стихотворение по этому поводу, Пушкин стало стыдно, ему стало стыдно, в результате вот этих оправдательных письмах что-то писал, говорит, да слушай, я совсем не то имел в виду, и вообще это у меня была ходра, и прости ты меня, и написал посвящение, собственно, Онегина, вот это. Причём в разных изданиях это посвящение вставляли какие-то в разные высотовки, а не то потом совсем выкинули, в конечном счёте потом всё-таки остался текст, уже теперь без имени Плетнёва, без имени Плетнёва, но текст, который мы сегодня знаем, и который идёт теперь уже после вот того французского эпидема. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбля, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, фоэзии святой ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастный прими собрание пёстрых глав полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, лёгких вдохновений, незрелых и любящих лет, ума холодных наблюдений и сердца гоясных замен. Ну то есть все вот эти вот качества, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, кстати, в некоторых изданиях, жизненных изданий Кушкина, 37-го года, 1837-го, вот этот вариант был написан так, свято исполненной мечты, одним словом святоисполненной, ну какие-то там были плитнём, или опечатки, или какие-то попытки найти смысл в том деле. Потому что вот эти все перечисления, как пишет на Бога, в общем, не более чем, как очередная попытка извиниться перед плитнём, которого Пушкин, в общем, обидел, и поэтому все такие красивые слова ему написал. Ну это вот что касается предваряющих текстов, которые предваряют первую главу. Ну теперь скажем, ну теперь тоже начинается точно мой дядя самых честных правил. Ну, казалось бы, но нет еще. Значит, еще у нас есть одна строчка перед первой главой, то есть уже в первой главе, это уже эпиграф к самой главе, то есть не ко всему произведению, к самой главе звучит он так, и жить торопиться, и чувствовать спешить. Значит, эпиграф взят из стихотворения «Первый снег» князя Петра Бязинского. А Бязинский, кстати, ну, наоборот, считают, был очень приличным поэтом. Наоборот, кстати, он имеет мнение свои обо всем, и совершенно спокойно их удержает. Поэт приличный, он так и говорит. Поэт приличный, помните, как в обыкновении ночью, когда медведь там сбивает, спрыгивает с балков, сбивает принцессу и говорит, «Ой, извините, милая девушка, я вас, кажется, толкну». А сейчас принцесса смотрит так обескураженно, ничего не говорит. Он говорит, «Вы там испуганы, что-то такое». Он говорит, «Да нет, 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 просто меня еще никто не называл просто милой девушкой». А на что медведь говорит, «Ну, извините, конечно, но дело в том, что я от природы очень честен». Если я вижу, что девушка милая, я ей так об этом и говорю. Так вот, наоборот, видимо, от природы честен, поэтому, если видит, что поэт приличный, он так и говорит. А если видит, что нет, то тоже, соответственно, говорит. Так вот, Бязинский считается у него поэтом приличным, то есть некоторыми архаическими оборотами речи, но тем не менее с какой-то своей образностью. И надо сказать, что и в романе он присутствует как минимум четыре раза. Но наиболее ярко, где откровенно, когда уже Татьяна приезжает в Москву и скучает там на полах, и там есть такой фрагмент, то у скучной тетки как-то Таню встретит, к ней как-то Вязинский подсел. И душу ей занять успел, и близ него ее заметя, а в ней, поправя свой парик, осведомляется Старик. Ну, кто такой Старик, это мы выясним, если мы доберемся когда-нибудь до седьмой главы. А если не доберемся, то вы сами прочитаете Умнадок. Так вот, Вязинский это тот же самый Вязинский. Кроме того, он еще без упоминания имени, еще дважды в романе появляется, в том числе, где речь идет о первом снеге. Потому что стихотворение «Первый снег», оно в основном посвящено природу. И фрагмент, который я говорил, это, там Пушкин говорит, «Другой поэт роскошным слогом живописал на «Первый снег» и все оттенки зимы к ней». Он вас пленит, я в том уверен. Рисует в пламенных стихах про двунки в тайных странях, но явно не намерен. И с ним пока не с ним с тобой певец финляндки молодой. Тут еще по ходе намекается на Братынском. Это примерно стиль Набокова, который цепляется одну за другую. Итак, вот здесь эпиграф первой главы, конечно, имеет отношение к содержанию первой главы несомненно. И жить, торопиться и чувствовать спешит. Хотя у самого Вязинского речь в целом о юности, которая скользит по жизни и жить, торопиться и чувствовать спешит. Но, конечно, это вполне можно применить и к главному, ну, к одному из главных героев первой главы, собственно, Евгению Онегину, о котором речь и пойдет. Поэтому, ну, собственно, для начала я иступил. «Мой дядя, самых честных, правильно, когда не в шутку за ним мог, уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Его пример другим наукам. О, Боже мой! Какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство. Полу живого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарством, вздыхать и думать про себя. Даже черт возьмет тебя. Так думал молодой повеса, летяв в пыли на почтовых, всевышней волею и зевеса наследник всех своих родных. Друзья, Людмила и Руслана, с героем моего романа, без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас. Один, добрый мой приятель, родился на берегах Нилы, где, может быть, родились вы, или пристали, мой читатель. Там некогда гулял и я. Но вредит север, или нет? Ну, здесь пока остановимся, потому что это вот как раз вступление, которое нас знакомит с главным героем. И здесь уже мы можем кое о чем поговорить в плане комментариев. Фраза «Мой дядя – самый честный проект», которую вы все знают. Фраза «Почти непридуманная». То есть у нас она не вызывает никаких ассоциаций. Или вот это вызывает. То есть имеется в виду литературных ассоциаций связи. Нет? А вообще по главным. Сейчас почему покажу по главным. Значит, как пишет Набоков. Если вот, скажем, среди поколения самого Пушкина, у него практически… Там было много поэтов, которые писали. Ну, например, Вязевский, Боротынский, Дельник. То есть все его друзья лицейские или те, с кем он знаком. Куча была всяких военных там, гусары и прочих, которые тоже писали стихи. Но, понятно, по уровню дарования, скажем, с Пушкиным близко никто не с нами. А вот, скажем, из поколения прошлого был один писатель, поэр, который, ну, по значимости, по весу, он вполне так вот своим авторитетом с Пушкиным соперничаем. Это был Иван Андреевич Крылов. Он, конечно, другого поколения, другого возраста, но он живет еще. Так вот, у Крылова есть такая басня, называется «Мужик и осел». Может быть, кто-то и читал «Мужик и осел». И в этой басне, не в самом начале, но недалеко от начала, есть такая фраза. «Осел был самых честных правил». Я прочел, когда я восхитился просто. Вот смотрите, можно было больше уже и не комментировать. То есть, одно дело, просто мы говорим, «Мой дядя – самых честных правил». Можно так трактовать эту фразу, можно и так. Но как только ты понимаешь, что эта фраза, параллельно фразе «Осел был самых честных правил», ты понимаешь, что с дядей, видимо, что тут не все в порядке. Поэтому, вообще, вот по первой страфе, первой главы, существуют разные точки зрения. То есть, как вот ее трактовать, о чем тут происходит, в чем тут смысл. Вот как трактует Набоков, и, скорее всего, это, видимо, правильно. На всяком случае, это согласуется с этой иллюзией Крыловской. То есть, Онегин, понятно, получает, мы потом поймем, да, то есть, получает, значит, письмо о том, что дядя при смерти в постели, и с ним проситься был бы рад, да, то есть, прочтя печальное послание, «Они, то часто свидание стремгла по почте и поскакал, и заранее зевал, приготовляясь денег ради, на вздохе, скуку и обман». И тем я начал свой роман, пишет. То есть, это будет в конце первой главы. То есть, понятно, что человек, значит, берет, несется для той цели, да, то есть, получить наследство. Но при этом, значит, чего он рассуждает? Он говорит, мой дядя, ну, в принципе, и человек-то вроде неплохой, да, вроде честный и правильно, да. Вот, вот когда он заболел уже со всем угощает, только вот тут-то к нему, понимаешь, и уважение какое-то проявилось, вот все помешали там к нему, так, когда они все-таки за него, вот только тогда и заставил себя уважать. Ну, он говорит, да, в общем, лучше это я не придумал, что-то. Казалось бы, что-то лучше и дальше. Его пример другим наука. Вот это очень важно, как его трактовать, в чем пример? Пример в чем? Что нужно занимать, и чтобы тебя тогда зауважали, и вот в этом нужно подражать. Глупо. То есть, получается, абсурд какой-то, то есть, не сцепляется. А на Бога, мне кажется, очень изящный. Он говорит, наоборот. То есть, его пример другим наука. То есть, да, если тебя уважают только тогда, когда ты присмерть, и только твое расследство нужно делить, да, так ты должен подумать, что вообще-то так же и не надо. Так же и не надо. И поэтому это тебе наука, его пример, потому что есть фрагмент, да, и вариант, его пример и мне наука. В черновиках Кушкина. Не просто там кому-то другим. Что вообще ты думай, да, по моей жизни, то, чтобы вот не получилось, да, у разбитого корытов, а так вот остаться. Так вот, его пример другим наука. Да, сидеть, сидеть и не ночеть. Ну, а дальше уже все понятно. То есть, в этом отношении получается, что строфа, в общем, такая, с одной стороны характеризует отношение Онегина. С другой стороны, ну, сразу тоже нас вводит в какую-то такую атмосферу, когда, ну, мы такие частные, где-то житейские вопросы, приводит в какой-то такой мировоззречный, философ, да, какие-то выводы делаем большие. Так думал молодой повестник, о литях пыли на почтовых. Маленькое замечание наука в волну почтовых. Сначала мне кажется, что, значит, вот почтовые, если лошади, то почтовые, да. А если, значит, как вот, например, Татьяна пишет письмо, да, до ныне русский наш язык, до ныне гордый наш язык, почтовый прозе не привык, что проза, значит, почтовая, а лошади почтовые. Но, естественно, это не обрадуется, потому что, если мы вспомним описание путешествия семьи Ларина в Москву, то там такая фраза, к несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша Татьяна сломилась наружной скукою вполне. Семь суток ехали они. Ну, то есть, значит, здесь мы имеем просто варианты удаления, которые Кушкин довольно спокойно таки делал, опять же, не особо заморачиваясь правильно или неправильно, а подходит ему, если по тексту и по размеру, то и хорошо. Вообще, надо сказать, что одно предварительное замечание, я упустил. Кажется, когда читаешь Евгения Онегина, что это текст, который родился вот в одном вдохновении. То есть, мне кажется, что по-другому быть не может, что других вариантов даже вот не подобрать. Оказывается, что не так, что существует огромное количество черновых подготовительных материалов Евгения Онегина, который имеет строки, которые вообще не вошли в строки. Да, имеет варианты разных строк и строк. Да, имеет вот прям следы, как Кушкин пытается переделывать, переделывать. И когда вот сегодня их читаешь, то тоже кажется, что очевидно. Не, ну понятно, последний вариант самый лучший. Но я думаю, что тоже потому только считаю, что мы уже к этому приметли. А возможно, что был бы другой вариант, и он тоже был бы нам вполне убедительным. Но вот для того, чтобы посмотреть, вот даже не кухню поэта, нам эта кухня поэта ничего не дает, а вот просто сравнить, действительно, как поэт все-таки находит конечный, конечный вопрос, через какие он шаги проходит и к чему в результате, чем в результате завершает. Вот этот комментарий тоже для этого очень полезен, конечно, и очень интересен. Итак, «Так думал молодой помесарь», «Я, кто любил мечтаных», «Друзья Людмилы и Руслана». Первый, это первый случай, а дальнейшая вода будет стояться, когда Пушкин в своем собственном тексте делает аллюзии на свои же собственные произведения. Ну, в данном случае просто упоминается поэма «Руслана Людмила». Ну, а дальше, скажем, это по тексту тоже будут возникать. Пушкин и сам будет там вспоминать про какие-то свои сочинения и какие-то фрагменты из «Руслана Людмила» страны. «Онегин». Происхождение река Онега, Онежский залив, ничего особо на он не комментирует. Единственное, говорит, что, я уже в следующей строке, правда, что вот если имя Евгений, да, Пушкину, оно чрезвычайно удобно с точки зрения стихосложения, потому что, ну, кроме того, что Евгений рифмуется с гением, как это там будет в ближайших азострофах, то есть все слова, которые кончаются на а-не, е-не или и-не, то в родительном падеже, они будут, вот, душой полный сожалений, да, я держися на границ, стоит задумчивый «Евгений», ну и так далее, да, в туске сердечных углезений, да, рукой исчиснут пистолет, глядит на юношу «Евгений», ну вот, ну что ж, убит, решил сосед. То есть в этом отношении, конечно, очень здорово рифмуется. При этом парадокс. Набоков уверяет, что фамилия «Онегин» вообще не имеет рифм в русском языке. Ну, кроме, опять же, если мы не берем фамилию, то есть «Онегин», «Елегин», мы это и не берем, а вот это тоже обычный. Я, честно говоря, попытался проверить, как-то на вскидку не получилось, если кто-то не нашел, всем предлагаю дома заняться. Может быть, Табоков нам бы как-то тут немножко обманул нас, а может быть и нет. Выражение, значит, там некогда гулял и я. Ну, в детстве я, конечно, тем более, что через несколько там стров будет образ, где «Онегин» со своим гувернером гуляет в летнем саду, в летний сад гулять в Лавете. Поэтому первое впечатление, что «гулял» имеется в виду вот на Петербурге, там как-то вот и прохаживались. Скорее всего, считает Набоков смысл «гулял» здесь другой, который в русском языке тоже есть. «Гулял» в смысле ввел разгульную жизнь. Потому что Пушкин после окончания лицея в 1817 году и в году 2020 года действительно очень отметился в Петербурге, поэтому он так вот очень скромно сказал, что «вот там некогда гулял и я». А что значит «дреден север» для меня? «Север» в данном случае как географическое название Петербурга, ну, это примерно так, а далеко, на севере, в Париже, да, «быть может, кема туча, и подкрыта холодная дождь, где-то ветер дует». Ну, то есть вот ряд чего считать. Поэтому для кого-то Петербург – это север, ну, для Москвы, например, хотя бы, да, для нас – это, конечно, так. Так вот, когда мы говорим «дреден север» для меня, речь идет, конечно, не о климатических условиях, речь идет, конечно, не о каких-то географических широтах, да, речь идет, в первую очередь, конечно, о положении Пушкина общественном. Да, как раз в это время Пушкин пишет «Егения Негрина», как я сказал, в 1823 году он начинает, это находясь в Одессе, то есть находясь в своей южной ссылке, а с 181920 году он из Петербурга был выслан. Поэтому это именно он имеет в виду, говоря, что «веден для меня север, для меня время». То есть 9 мая 1823 года в Кишиньёве первые строчки были написаны, а потом в Одессе уже продолжили. Следующий фрагмент, который идет в глава, первая глава посвящен, ну, так скажем, генезису Онегина, то есть его семье, детству, воспитанию и взрослению. Служив отлично благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался в организме. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье её сменил. Ребенок был вязок, но мил. Месье Лабе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моральную строгой, слегка за шалостью бродил и летний сад гулятил. Когда же юность и мятежная пришла Евгению, пора, пора надежды, грусти нежной, месье прогнался в море. Вот мой Онегин на свободе. Острижен по последней моде, как Дэнди Лондонский одет и, наконец, увидел света. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж у нас больше? Свет решил, что он умен и очень умен. Мы все учились понемногу, а чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава Богу, у нас не мудрено приснуть. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важных споре и возбуждать улыбку там огнем гештарных эпиграфов. Латынь из моды вышла на ней. Так, если правду вам сказать, он знал довольно молодым, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать в ювенале, в конце письма поставить Вале, напомнил, хоть не без греха, из энергии два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания Земли, но дней минувших анекдотами от Робула до наших дней хранила памяти своей. Высокой страсти, не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Фиатлиста, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть, умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и землю отдавал залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг, но в чем он истинный, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую вень, была наука страсти нежной, которую воспел назову, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог в лице верить, таить на веру, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным и равнодушным, как тонно было молчаление, как пламя на красновечьях, в сердечных письмах, как небрежа, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзан, а порой пристал послушный, как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятная лесть забавляет, ловить минуты милей, невинных лет предубеждения, умом и страстью побеждать. Невольно умом и страстью побеждать, невольно у нас держим, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь, и вдруг добиться тайного свидания. И он, ей наедине, на матюрике тишит. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных, когда ж хотелось уничтожить ему соперника, смотри, как он язвительно злословое, какие сети готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый, Фабласа, давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величанный, всегда довольный сам собой, своим обедом и живым. Здесь мы сделаем паузу, но я прочитаю еще две страфы, которые в тексте пропущены. Они непосредственно идут за этими. То есть это к вопросу о том, что, помните, Пушкин, как только переступал к графику какого-то приличия, вот скажем, здесь еще можно, да, там, давать уроки в тишине, там, ну, понятно, каких уроках ее речные, можно догадаться так, и можно иначе. А страфы, которые две страфы пропущены в основном тексте, но они почти полностью прописаны, с некоторыми пропусками, поэтому здесь будут переписки. Как он умел вдовы смиренной привлечь благочестивый взор, и с нею, скромный и смятенный, начать краснее разговора, пленять неопытностью нежной, там, чего-то, и верностью надеждой, любви, которой в мире нет, и пылкостью невинных лет, как он умел с любою дамой о платонизме рассуждать, и в куклы с дурочкой играть, и вдруг нежданной эпиграмой ее смутить, и, наконец, сорвать торжественный венец. Так резвый балами служанки амбара страж усатый кот за мышью крадится с лежанки, протянется, идет и идет, полузажмурясь подступает, свернется в ком, хвостом играет, расширит копки хитрый хлап, и вдруг бедняжку цапцарап. Так хищный волк, томясь от глада, выходит из души лесов, и рыщит близ беспечных псов вокруг неопытного стада. Все спит, и вдруг свирепый вор, ягненка мчит в дремучий вор. Ну, то есть, я думаю, что пушки могут много насочленять на эту тему, поскольку, понятно, что они не месяц, не два, не год, как я видел, лет шесть живет такой жизнью, и поэтому, конечно, видимо, со всеми социальными группами, со всеми типами возлюбленных, с которыми он успел за это время познакомиться. Ну, а мы вернемся к началу того, что мы говорили, и кое-какие моменты из юности они на его детство прокомментировали. Ну, первое, служим отлично благородно. Тоже это маленькое, скорее, изыскание литературное. Вот сейчас пишется отлично благородно через щёточку. В первоначальном варианте писалось через запятую, служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Потом в каком-то издании запятая была пропущена, и читали так, служив отлично благородно. То есть имеется в виду благородно, служил причем так очень благородно, в смысле отлично благородно. Ну, а потом нашли компромиссный вариант сделать такую чёточку. Вот, по поводу промотался. Значит, помню, да, что один задавал три балла ежегодно и промотался наконец-то. Нам, наверное, не хотелось бы, чтобы Пушкина, который наше все, и который, конечно, величайший из гений человечества, вообще занимали какие бы то ни было материальные проблемы. Но они его занимали. И поэтому подсчеты и расчеты разного рода денежных вопросов, они, в общем, периодически у Пушкина встречаются. Так вот, в 1835 году, ну, то есть не очень задолго, не задолго до смерти, а Пушкин в его рукописях есть размет, где он считает, причем даже не свои деньги. Он посчитал растраты, которые делал отец Байрона, отец Байрона, что там захотелось отца Байрона, и что за два года отец Байрона потратил, ну, в пересчете на русские деньги, там, по тому курсу, который был там три шиллинга за рубль, пятьсот восемьдесят семь тысяч рублей. Просто для сопоставления еще, это очень большие деньги, то есть пятьсот восемьдесят семь тысяч, мы увидим еще, как где-то белькают средства. Так вот, примерно ту же сумму за десять лет потратил, проиграл в разного рода карточные игры друг Пушкина, тот самый князь Петр Вяземский. И примерно треть этой суммы составляют все долги, которые остались после Пушкина на момент его смерти. То есть мы там говорим, ну, только двояк, с одной стороны мы понимаем, что деньги огромные, тем более, когда мы увидим, что бифштекс в это время стоил двадцать пять копеек. То есть мы по тексту там прочитали. А с другой стороны, когда мы говорим, что Пушкин был такой уникальный, Транжира и Мон, то мы понимаем, что ему далеко было и до князя Вяземского, который потратил три раза больше, что просто у него, видимо, исходные были капиталы другие. И уж тем более не сравнивая с отцом Байро, который за два года это потратил. Теперь по поводу мадам и мюссирь. Ну, по поводу сначала произношения. Вообще, когда я уже занялся в текстык, он у нас говорит, что вообще слово мюссирь пишется мол-сирь, ну, то есть мой сирь, да, то есть мой господин. Но читается мюссирь. И что самое худшее, если вы кого-то хотите оскорбить, обращаясь в отсутствие, нужно очень не прежде сказать «мсе». Вот «мсе» это значит типа войны, там что-нибудь такое. Поэтому вы говорите тщательно. Мюссирь. Сначала, ну, первоначальная мадам. Вот так. Сперва мадам за ним ходила. По традиции того времени, начало 19 века, все девушки-гувернантки назывались мадам. То есть неважно молодая или пожилая, неважно замужняя или незамужняя. То есть это было название работы. Вот поэтому отсюда еще не следует, когда часто вы думаете, что вот первоначальная мадам за ним ходила, мы представляем какую-то старую тетку, которая, значит, как-то там ухаживала за ней. Это вполне могла быть какая-то меловидная англичанка, которая с ним занялась. Что касается месье, месье лябе. Вот в тексте лябе написано с большой буквы. И поэтому часто думают, что, или есть такая версия, что это собственное имя. То есть, слово лябе означает оба, то есть священие по-французски. Скорее всего, это таки просто лябе, потому что в первоначальном издании написано с маленькой буквы, и самое главное даже не в этом. В том, что, в принципе, начиная с 17 века, вот откуда у нас взялась французская культура в России, начиная с 17 века, в связи с, с одной стороны, с религиозными конфликтами между генотиками, с другой стороны, потом с разгорающимися уже конфликтами буржуазной революции в Европе, начиная с 17 века, ну с конца 17 века в Россию, движется большой поток иммигрантов. То есть, как бы мы сказали, сейчас вынужденных переселиться. В результате, в том числе, среди них, большое количество духовенства, потому что их за религиозных ходят. И с 17 века, в общем, стало достаточно распространенным, как было недорогим для русских семейств, нанимать себе, в учителя своих детям, какого-нибудь там иезуита, или какого-нибудь там священника католического, и, в общем, обходились с ними, надо сказать, отвратительно. Но мы немножко можем это вспомнить, вспомнив историю того же Пушкина, Дубровский. Значит, помню, да? Вот как надо было медведя пристрелить, для того, чтобы к ее потом стали прилично относиться. Вот. История у Пушкина тоже есть. Один из... То есть, он какой-то был или дед, или прадед Пушкина. У него тоже, соответственно, в доме жил француз-учитель. Деду только показалось, что француз-учитель взойдет какие-то отношения с его женой, недолго дома вывел на дед двор и повесил. И это, в целом, семейное предание передается. Вот. Поэтому не мудрено, что в следующей статье, как только юность немятежная пришла Евгению в дворах, то все прогнали со двора. И причем, я так понимаю, без всяких сверхсуществований и не заботясь о дальнейшем. И на льду хотя бы не повесили, да. Ну, к слову сказать, вот тоже мы говорим, но французу бога и дамы, что тоже образ, который родился одним махом. В чем подобного в первоначальных вариантах? Часто упоминается швейцарец. Швейцарец очень строгий, швейцарец очень умный. Ты был швейцарец? Ну, тем более, что там тоже такие процессы происходили. И тоже кажется, образ совершенно очевидным. Лень не сам гулять родил. Много вариантов. Там вареньем кормил, о Париже говорил. Другие варианты Пушкин тоже пробовал. Ну, по поводу юности мятежной, еще раз уточнить даты. Онегин старше Пушкина на 4 года. То есть, если Пушкин родился в 1799-м, Онегин родился в 1795-м году. Соответственно, юность мятежная проучилась. Он где-то был считаем по 1711-1812-й год. Тоже у Пушкина в черновых вариантах. Версии разные. Сначала там, что Онегин вышел с 16-ти лет, потом подумал, что, может быть, обвинят его, видимо, до последнего малолетних. И сказал, что ладно, с 17-ти лет. Хотя, в дальнейшем, по ходу романа дальнейшего, не только няня там выходит замуж в 13-ти лет, Ну, и там Онегин на 4-й главе, как он рассуждает, говорит, да, ну, все дежно слышать возражения и разумерять предубеждения, которых не было и нет, у девочки в 13-ти лет. Ну, то есть, все, да, все, да, это тоже довольно радо. Так вот, вот был Онегин на свободе, а стрижен по последнему. Значит, мода того времени, скорее всего, английская, скорее всего, английская, короткая стрижка, но при этом романтический беспорядок на голове. Поэтому, даже когда, ну, там, в следующих строках будет, когда Онегин, соответственно, после театра лежит на бал, да, вот наш герой подъехал к сене, швейцар, а не ему, взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой. На боках пишет, скорее всего, расправил, не значит, разгладил или расчесал, а скорее, наоборот, привел в такой беспорядок, который называется, расправил волоса рукой. Значит, стрижен по последней моде, как дрэнди лондонская. Значит, ну, можно было бы и не комментировать, хотя просто скажем, что не такое же, то есть, кажется, что слово дрэнди такое типичное уж английское. На самом деле, пишет на боку, оно не такое уж древнее, да, возникло в Швейцарии, возникло в Шотландии, где-то в конце 18 века, а в моду как раз вошло в 10-20-х годах в Лондоне, а потом, соответственно, в Париже, ну и уже, соответственно, в Петербурге. Но, вот как пишет на боках, не буду там подробности переводить, потому что много разновидностей там были тоже на боках, приводит родословно, откуда прошло слово дрэнди, где есть там эффект и фарт, да, и прочее там. Дэнди появился на свет благодаря Тщеславию, в большой буквице, движенным ужеманством, в большой буквице, папаша его Птиметр, не знаю такого слова, может быть, а дальше уже знаю, или Щеголь Махарони, дед его Ферд, прадед Вертопрах, прапрадед Модник, а самый древнейший прародитель Фа. Но по поводу рассуждений не вязали онелин Дэнди, разбирая тонкости, Набоков считает, что скорее всего там были свои различия, скорее всего он должен был относиться к все-таки разновидностям красавчиков, то есть были и такие, про которые мы все-таки увидим еще и дальше, как он выходил из своей моды. Слово, которое смущает, и меня всегда смущало, когда я раньше, я не понимал смысл. Онегин был, по мнению многих судьей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Вот из поведения Онегина, из его слов, вот никак не видно, почему педант. То есть мы представляем педант, ну что-то такое, да, сухое, занудное, да, ну действительно ученое, может быть, да, но никак не сочетающее со светской жизнью. Значит, слово педант итальянского происхождения, первое, во всяком случае, Набоков, нашел его упоминание, опять-таки, у Монтэня, то есть в конце 16-го века. Педант первоначально, по значению, был синонимом слова «учитель». В этом значении, как учитель, понятно, можно себе представить, да, эти олухи и всякие недоросли, как они к учителям относились, соответственно, он был фигурой, такой комической, фигурой осмеяния в разного рода литературных жанрах, да, анекдот от анекдота и заканчивая какими-то развернутыми жанрами. То есть в этом отношении, ну, как бы, в России я не понял, почему Олегин Педант? А дальше, вот как рассуждают Набоков, речь идет вот о чем. Педант – человек, который не столько там обязательно какие-то там ученые сухие, или там замудренные вещи вот толкуют, или там одному, а человек, который идет всегда одной и той же другой, и который, ну, вот что-то там узнал, и только это и повторяет, только это и знает. Неважно, будет ли это в сфере науки, там, в сфере какого-то знания, или даже в сфере жизни. В всяком случае, например, одно из рассуждений, говорит, человек светский щекот, который, как мы увидим, вот он или он тоже, изо дня в день про одному и тому же маршруту ходит по одному и тому же, значит, маршруту только таскается, это человек педант, то есть не выходящий за пределы вот этой однообразной, ну, как, вот, как-то проснется на заполнение, и снова до утра жили в него готово, однообразно и пестра. То есть вот это вот и завтра тоже, что вчера. Но здесь есть вот какой момент один, в чем на боках видит ироничность этой страфы Пушкина. Смотрите, это не Пушкин говорит, что Онегин был педантом. Значит, это, Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый, малый, но педант. Мы, в принципе, знаем, чего Онегин потом знал, да, то есть, ну, из иных два стиха, да, там, немножко умел разбирать, и педаграфы, ну, французский, тогда традиционно, но, что там все обращает внимание на Бога, что с точки зрения, вот, тех заскорузлых судей, которые, даже это, то, что знает Онегин, считается, во-первых, верхом учености, он, во-вторых, ученый, и, во-вторых, если он где-то, элементарные какие-то вещи говорил, ну, по-моему, да, с ученым видом Затака, там, Халил Молчанин, какие-то, значит, вещи такие изрекал, даже эти, минимальные проблески знаний, минимальные проблески астроумия для этих людей, это будут показатели вот такого ученого, ученого педатства. Ну, по поводу, «Инеиды» ничего рассказывать не будем, да, известное сочинение Вергилия, история Энея, происходящего из строя, да, которое потом основал народ. Здесь почему важно, что это было сочинение, которое входило в стандарт образования, и поэтому, ну, все молодые люди, изучавшие, да, латынь должны были изучать, они не делают. Вообще, сама фраза, что латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, то он знал довольно по латыни. Тоже допускает двоякое толкование с точки зрения навоков. То есть, можно толковать так, что вот латынь из моды вышла ныне, и поэтому Анигин, вот, знался только там чуть-чуть, чтобы вот там эфиграфы раздирать. Но, скорее всего, все-таки, даже этот уровень знаний, говорит он, превышал то, что он знает. Поэтому, это противопоставление. латынь из моды вышла, но, так все-таки, если правду сказать, то он-то как раз знал очень даже прилично по латыни, что-то что-то такое. Бронил Гомера, Феокрита. Феокрит, поэт третьего века до нашей эры, как раз, считает на боков, приличный поэт, зря его там ругают. Постановка его ругали, потому что, опять же, в то время, все, что читал Анигин, все, что читали все грамотные люди, они читали по-французски. Соответственно, понятно, что ни Феокрит, ни Гомер, ни Байрон по-французски ничего не писали. То есть, это были французские переводы, причем, как правило, переводы прозаические, любых сочинений, поэтических, прозаических, и, соответственно, очень часто переводы плохие. И поэтому судить по ним, по качеству, по ним, по качеству первоисточника нельзя. Вот. Ну, а кроме того, как я сказал, от Феокрита на боков просветует Виню к Виргилию, а от Виргилия уже ко всем современным романтическим поэтам. И все эти любовные истории, которые кажутся, как он говорит, нам пресными, на самом деле, были бы не столь пресными, если бы мы понимали, что все, что к Феокриту приписывается различные такие буквалистические подробности, где там пастухи преследуют пастушек, на самом деле, там пастухи преследуют пастухов. Вот. И поэтому, соответственно, это все не так не видно и слабко, как кажется, на первый взгляд. По поводу Адама Смита больших подробностей тоже можно не говорить. Значит, речь идет о шазанском экономисте восемнадцатого века. В данном случае, почему вся эта история про простой продукт, напомню, что политическая экономия, практически родоначальником которой, классическая политическая экономия, родоначальником которой был Адам Смит, в принципе перевернула представление о, ну, там, новом, совершенно новый аспект вот в исследовании богатства народа. Адам Смит первый стал заявлять, да, что главная ценность, или то, чем меряется стоимость продукта, чем она измеряется, это труд. Поэтому трудовая теория так называемой стоимости, разведая потом Дэвид Амрикард. Вот. Поэтому отсюда проистекает, да, он говорит, вопрос не в том, сколько у народа, то есть у страны золота, сколько у него денег, а вопрос в том, сколько производится продукта, да, и поэтому вот те рассуждения о том, что не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Ну, понятно, иронично за меня это замечает Пушкин, что если по отношению к стране, может оно и так, ну, то по отношению к отцу Пушкина, к отцу Онегина, простите, он этого не понимал, и вместо простого продукта должен был все-таки иметь деньги, на которые, поэтому деньги брал, земля отдавал в залог. Но на их деньги проводил, ну, те самых три балла ежегодно. Всего, что знал, через гений перед царем не доступно, в чем он истинный был гений, была наука страсти и нежных. Ну, не случайно, даже еще до того, как мы следующую строчку прочитаем, которую воспел Назон, это сразу аллюзия. книга римского поэта рубежа, рубежа веков, рубежа нашей эры, то есть до нашей эры, нашей эры, Алини Назон прославился своей замечательной книжкой, которая называется «Наука любви». Если кто-то ее еще не изучал, предлагаю изучить, особенно молодым людям предлагаю изучить. здесь Пушкин пишет, что за что страдает Суркончилон, предполагается, что за написание этой книги, видимо, Авидия, сослали, ну, на территорию нынешней Молдавии, тогда это была одна из римских провинций, где, собственно, он свои книги влачил. Надо сказать, что у Пушкина в поэме «Цыгане» есть фрагмент, где старик рассказывает о неком римляне, который вот к ним пришел, там вот с ними вместе жил, ничего уже делать не мог, за ним ухаживали. Вот, так это вот речь идет как раз об Авидии, на зоне, который вот там где-то в Молдавии, в Бессаравии поселился. Но, скорее всего, конечно, Авидия сослали не за это. За что именно его сослали, неизвестно. То есть, почему бы не за это? Потому что, если мы почитаем книгу «Наука любви», а также книгу «Лекарства любви», это вторая часть его сочинений, то, ну, по сравнению с тем, что писалось в то время, в римской книге, ну, это просто детские, да, как раз, детская литература, причем без всяких неприличных слов. Все очень, даже как, благопристойно. Одна из версий других, что Авидия сослали за любовную связь с дочерью, ну, там, дочерью Августа, ну, по-нашему, с дочерью императора, тоже, скорее всего, неправда, потому что и дочь императора была уже в то время далеко не такая невинная, заивная девушка. Более того, ее саму заставили за неприличное поведение еще десять лет назад. Вот поэтому, вот поэтому, причина не ясна, но оценка понятная. в науке любви Риги рассказывают о том, как нужно, где нужно искать себя возлюбленных, как нужно с ними разговаривать, как нужно к ним прикасаться, когда есть возможность, как нужно на них смотреть, в общем, очень хорошие вещи, да. В том числе, это относится и к мужчинам, и к женщинам, несомненно. Ну, если уж, говорит Авидия, любовь вам будет причинять страдания, которые там есть, то тогда уже надо будет от нее лечить. Вот, пожалуйста, вторая книжка, лекарство. А так, в общем, все можно, причем, как вы говорите, нас там ругают за многое, мы вот пишем такие стихи и тем самым возвращаем молодежь, он говорит, не-не-не-не-не, вот молодежь вообще мы не возвращаем. В НИИ написано, у нас стоит маркировка 18+. То есть, поэтому, мы это читаем. Мы, говорит, только за взрослых людей. А второй, говорит, девушки часто обижаются, что что, что я их научил, и что мужчины их обращают, а они, получается, беззащитные перед ними. И обманывают тем самым. Ну, на что Авидия замечает, что... на самом деле, как бы, часто бывало, притворно любя, ну, то есть, изображая любовь, мы сейчас говорю, часто бывало притворно любя, притворщик влюблялся, взявшись казаться таким, впрямь становился таком. так не таите же, девушки, зла, на мужское коварство. Из повсечастной игры часто рождается страсть. Поэтому, ну, а когда мы говорили, что, вот, вы советуете, значит, женщинам, челекомысленно, менять, там, ухажеров, не-не-не, я не тому ведь зову, чтобы всем уступать без разбора. Я лишь твержу, не скупись. Твой безубыточный, да. Ну, еще он пишет, что нас вот, ругают детство, что вот мы мужчин там мучим, а он говорит, так если бы вот мужчины, мы бы вот перестали бы за женщинами ухаживать, в таком периоде женщины бы сами стали бы за нами ухаживать. Поэтому, все это ко всеобщему благо и всеобщей, всеобщей радости. Ну, правильнее, думаю, достаточно. Дальше. По поводу его ласкался вдруг лукавый фабласа давний ученик. Значит, фаблас, герой романов Луве де Кубре, причем это было несколько, какой-нибудь сериал, там несколько было романов. Тоже, на первый взгляд, не очень понятно, потому что, если знать содержание романов, речь идет о том, фаблас, молодой человек, 16 лет, который, благодаря миловинности, в том числе и переодеваясь в женскую платье, очень успешно проникает в постели, ну, в спальне и в постели привычных замужних дамок. Ну, и с полным успехом, значит, там, проводит время. Непонятно, почему Онегина должен ласкать супруг лукавый, который фабласа давний ученик. Ну, изощренная версия на Бога. Два и одна. То есть, первое, что этот супруг лукавый, он настолько изощрен, что он наслаждается изменами своей жены, наблюдая за Онегиной, лаская его, побуждая к этому. Кстати, не совсем бессмысленная, как мы увидим в следующем, там, в одном фрагменте версия. Ну, или второе, что он позволяет, то есть этот лукавый супруг, позволяет своей жене иметь какие-то развлечения, тем самым пользуясь свободой и собственной, для своих собственных развлечений. Так вот, Иголас стал супруг лукавый, фабласа давний ученик, и недоверчивый историк, ну, это просто понятно, рогоносец-величак. Одно рогоносец-величание по поводу рогоносца. Это историческое. То есть, первое упоминание рогов как символа обманутого мужа Набоков находит в сочинениях Артемидора. Это греческий писатель 2-го века нашей эры. Он вообще знаменит-то другим, в другом контексте Артемидора во 2-м веке нашей эры написал книгу, которая называется «О нейрокритике». «О нейрокритика» — это «О нейро» — значит, сновидение. То есть, это книга о сновидении. Причем, это было пятитомное издание, пятитомная книга, где были собраны теории снов, существовавшие к тому времени. Значит, представляем себе, в 2-м веке нашей эры пятитомное издание о теориях сновидения. И вот именно у этого Артемидора встречается образ Армана того мужа с рогами на голове, который, в общем, будет расследован теперь на протяжении двух тысяч лет. А может быть, это было еще и раньше, но мы про это не знаем. Следующий большой фрагмент… первой главы можно описать, или там обозначить в целом, как рабочий берегин. Рабочий берегин. Итак, бывало он еще в постели, и ему записочки несут. Что приглашение? В самом деле, три дома на вечер заводят. Там будет бал, там детский праздник. Куда же поскачет, мы про казино. С кого начнет он? Все равно. Везде поспеть, не в утреннем. Пока лист, в утреннем море, надев широкий булевар, арене едет на булевар, и там гуляет. Пока не требующий берегин не прозвонит ему обед. Уж темно, в самке он садится, «Поди, поди!» раздался крик. Морозной пылью серебристой его попробовал воротник, к талону начался. Он уверен, что там уж ждет его каверин, вошел, и пробка в потолок, вина кометы, брызнул ток. Три дни разбив окровавленный, и трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга, пирог нетленный, меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но шум бригетто им доносит, что новый начался валет. Театр, злой законодатель, непостоянный обожатель, очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру, где каждый, вольностью дыша, готов охлопать амбраша, обшипать Федру, Клеопатру, моему вызвать, для того, чтобы только слышать его. Волшебный край. Волшебный край. Корнеля гений величавый. Там, вывел колки шаховской своих камень и шумыровать, там и дедло венчал со славой, там, там, под синие кулис, младые дни мои неслись. Мои погибли. А что вы? Где вы? Внимите мой печальный глаз. Все те же люди? Другие девы, сменив, не заменили вас? Услышу вновь я ваши хоры. Узрю ли русские терпсихоры душой исполненный полёк? Или взор унылый не найдёт знакомых лиц на сцене скучно? И устремив на чуждый свет разочарованный лорнер, весельный зритель радушный, безмолвно буду я зевать и обновь воспоминал. Театр шпола, ложи блещут, партеры кресла, всё кипит, враги нетерпеливо плещут, и, взбившись, замыз шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, Толпою нив окружена, стоит и стонет. Она одной ногой, касаясь пола, другую медленно окружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит как пух от уст и ова, то стан совьёт, то разовьёт, и быстрой ножкой ножку бьёт. всё хлопает, а не не ходит. Идёт меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь на ролик, наложен незнакомый дам, все ярусы окинул узором, всё видел, лицами, убором, ужасно недоволен он, с мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену, в большом рассеянии взглянул, отворотился, и звунул, и молвил, всех пора развернуть, балеты долго я терпел, но и дедло мне надоело. Ещё амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят, ещё не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, ещё снаружи и внутри везде блистают фонари, ещё прозябнув, бьются кони, наскуча упряжью своей, а кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони, а уж один вышел он, домой, одеться, едет конь. Изображу в картине верный уединенный кабинет, где мод, воспитанник примерный, одет, раздет и вновь. Всё, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам залез и сало в озитам. Всё, что в Париже, вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретая для забав, для роскоши, для неги модной, всё украшало кабинет философа восемнадцать лет. Янтарь на тупых цареграда, фарфор и бронза на столе и чувств изнеженных от рада духи. в граненном пустоле. Духи бронзовых. А что там щёточки? Гребёнки. 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 Щёточки стальные, прямые ножницы, кривые, и щётки как раз тридцати родов и для ногтей, и для зубов. Руссо, замечу не походу, не мог понять, как важный гриб смел чистить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав, всем в случае, совсем не прав. быть можно деятельным человеком и думать о красе ногтей. Чему напрасно спорить сверху? Обычай есть под мышлением. Второй чедарь, мой Евгений, боясь ревнивых рассуждений, в своей одежде был гидаром и то, что мы назвали фрамом. Он три часа, по крайней мере, перед зеркалами проводил, и из уборной выходил, подобный ветреной Венере, когда надев мужской наряд, богиня едет в Аскар. В последнем вкусе туалетом, заняв ваш вопытный взгляд, я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, описывать мое же дело, но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Я вижу, я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я встарь в академический слаг. Теперь у нас не то в предмете, мы лучше поспешим на бал. Куда стремглав в Венской карете уж мой Анигин поскакал. «Перед померзшими домами, вдоль усомненной улицы, рядами двойные фонари, карет веселый изливают свет, и радуги на снег наводят. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, по цельным окнам тени бродят, мелькают в профиле голов, и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сене, швейцара мимо он стрелой, взлетел по грамотным ступеням, расправил волоса рукой, вошел. Полна народу зала, музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчатка валенгарда шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жоп. Делаем остановку. Дальше, потому что будет большое отступление как раз, мы большую часть Дня Онегина, рабочего Дня Онегина, прошли. Смотрите, значит, бывало он еще в постели, одно замечание делает Набоков, что приглашение, в самом деле, три дома на вечер зовут, там будет бал, там детский праздник, возникает вот так, а что в третьем? Набоков предлагает даже по-другому считать, он говорит, три дома на вечер зовут, а еще там будет вал, а там детский праздник. Итого Онегин получает пять приглашений на один день, и, собственно, выбирает куда-нибудь поехать, но, как мы понимаем, можно поехать везде, вот, пивая поспеть, да, везде поспеть умудрено. Боливар, у самого Пушкина есть примечание по поводу боливара, это широкополая шляпа, которая вошла в моду, как раз вот в это время, да, из-за всех героев революционных. В принципе, шелковая шляпа с широкими загнутыми полями, в моде была Петербург. А вот едет на бульвар, и там гуляет на просторе. Как ни странно, это уже, ну скажем, через небольшое количество лет, после выхода Егени Егина, было непонятно для читателей. Дело в том, что речь идет о Невском бульваре. Дело в том, что на Невском бульваре, первоначально, в середине бульвара, имеется в виду пацаны, была высажена аллея Липовых деревьев. И там именно люди и прогуливались. В 1820 году большая часть этих деревьев была вырублена, и поэтому уже через несколько лет никто не думал, как вообще можно прогуливаться по Невскому проспекту, по проспекту-то можно прогуливаться, бульвара уже Невского не существовало. Здесь скорее идет речь об лёдах. Поэтому исследователи некоторые говорят, что речь идет об админалатийском бульваре, на боку говорят, это в принципе тоже могло бы быть, потому что там действительно тоже бульвар есть, и недалеко это, собственно, и от Невского, но здесь речь именно о бульваре. Пока не дремлющий бригет, понимаем, это часы, мастера до бригета, ну или, поскольку Тенни считается просто бригет, особенность этих часов в том была, то есть уже тогда, сейчас мы думаем, здорово, горит каждый, то есть нажимаешь, касаешься в любое время этих часов, и они отбивают тот час и ту минуту, которые в это время есть. То есть не просто стрелочками смотрят, а они звоном могли отбивать любой час и любую минуту, какие были часы, но они не направили. Пади-пади, Штемна в санке он садится, пади-пади, крик, обозначающий все сразу, типа, пошел, и вина пошла, и эй, посторонись, эй, там осторожно, то есть это возраст московских и петербургских лихачей, которые гоняли, ну, собственно, сейчас, наверное, тоже гонялись. Бобровый воротник. Морозный видишь или видится его бобровый воротник? Вот тоже к вопросу о деньгах. Значит, речь идет о широкополой шинели, там разные были фасоны шинели, эти шинели были с меховым воротником, бобровый воротник стоил 200 рублей. Значит, еще раз повторяю, да, тут для какого-то сравнения, подписка годовая на еженедельный журнал стоила 30 рублей, бифтекс стоил 25 копеек. Значит, попробовал воротник, но, понятно, с теми пятьюстами восемьдесят семью тысячами рублей, которые потратил отец Байрона, не сравнил. Пьер Талон, Талон получался, известный ресторатор, жил в Петербурге до 825 года, и есть объявление газеты того года, что вот Пьер Талон уведомляет, что заканчивает свою деятельность в Петербурге в 25-м году и уезжает. Ну, поскольку здесь есть еще на двадцатом году, то были все на земле. Анигин вполне мог у него проводить время. Значит, Каверин, друг и Пушкина, и современник Пушкина, прославился не только там, какими-то тоже литературными опытами, а он еще гусар, удержился в Литингене, расстоялся тем, что мог выпивать много шампанского, четыре бутылки, как пишут, и вставать, ни в чем не бывало, попадать в тузы с пистолетами, и скакать на лошади. Пробка в потолок, вина кометы был злоток. У самого Пушкина тоже есть примечание. Речь идет о 1811 годе. То есть, когда на ней появилась комета, ее потом по-разному продавали, в том числе, как предвестник тех страшных событий 1812 года, она долго на небосквой не была, но в этом году был хороший урожай винограда, и было хорошее вино. Поэтому и через 10 лет, вина кометы, вино кометы, это было хорошее шампанское, или хорошее вино, которое подавали у того. Вообще, что касается самого описания, также есть разные описания этой трапезы, разбив окроволенный, трюфли, и нам сегодня кажется, что это роскошный ужин, разбив окроволенный, трюфли, французская кухня уже, стразбургский пирог, сыр лимбургский. Что замечает Набоков? Сравните, например, примерно в это же время, данное описание трапезы Дон Жуана, которого он себе заказывает, и мы поймем, что это очень скромный обед, который съедает Набоков. Можно парочку замечать, только по поводу стразбургского пирога. Стразбургский пирог, это пирог с печенью, с гусиной печенью. Вот тут часто путается, что стразбургский пирог начинает считать, что это и есть фуа-гра, то есть, собственно, паштет из печени. Это не паштет, это пирог, который запекается очень вкусно. Почему он не тлен? Он очень долго сохранялся свежим. Ну, говорят, замечательное лакомное блюдо. Что касается ананаса золотого, тогда уже ананас считался королем фруктов, и его присутствие на столах, оно придавало этому праздничности какой-то шикарно. Театр. То есть, еще бокалом жарно бросит, что новый начался балет. Скорее всего, то есть, в то время, в Театре, скорее всего, говорит Набоков, речь идет о большом каменном театре, два императорских театра, мы говорим о государстве. Скорее всего, о большом каменном театре, какие там, ну, балеты могли там даваться, в это время он тоже там приводит пример, прямо скурпулезно вычисляя, какого числа бы это могло быть зимой, ну, конца 19-го и начала, начала 20-го года, и какие там у нас постановочки шли. Так вот, следующий фрагмент, касающийся моей богини, что вы, где вы, и так далее. То есть, кажется нам очень таким романтическим, ну, не хорошо кажется, а вот такой, мои богини, что вы, где вы, вневлите мой печальный глаз, все те же львы, другие, где вы, сменить не заменили вас, ну, услышим вновь я ваше хоро. А Набоков говорит, вот тут, конечно, очень здорово сравнить, что в это время Пушкин пишет в письмах. Вот это он пишет об актрисах, да, непостоянный обожатель очаровательных актрис, не только Анигин, но и Пушкин, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин Кулис. Значит, текст, который написан в романе Анигина, Набоков считает не иначе, как абсолютно эфемистичным, то есть вуалирующим все, да, и возвышающим, потому что в это же время, когда он пишет эти строфы романов, пишет письмо. Я не буду вам рассказывать это письмо, потому что, да, чтобы, как будто, не быть обвиненным в оскорблении чувств верующих, верующих Пушкина, речь идет, конечно, о очень, так скажем, фривольных фразах, которые Пушкин характеризует и свои взаимоотношения с актрисами, и последствия этих взаимоотношений, не только для него, но и для его друзей, да, с которыми он находится рядом, с которыми он переписывается. Ну и упоминание просто о веневических болезнях, это очень самое корректное еще упоминание, которое в текстах встречается. Вот, значит, дальше, значит, у нас... Да. Перечисление героин, да, Абшика Федру, Клеопатру. Федра, скорее всего, значит, героиня Оферна. Клеопатру на боках не нашел варианта, какого именно произведения упоминать. С одной стороны, про Клеопатру много ставилось, и так, естественно, в это время просто не ставилось. Существует версия, что это была пьеса Вольтера, на боках перерыва, и у Вольтера вообще нет пьесы Клеопатра. Вот, что касается Маины, которую мы вызываем для того, чтобы нас слышали, это была трагедия, это была драматическая пьеса, трагедия Озера, Офингал, где как раз Семенова и играла, которая дальше будет упоминаться. Значит, перечисление дальнейших имен, дальнейшие фамилии, которые, да, «Бестал Хон Лизин, Друг Свободы», «Периимчивый Княжник», Озеров, да, и так далее, и так далее, я всегда говорю, что это пособие для студентов театрального института с дающими историю русского театра начала 19 века. Выучите эту штрафу, и уже, как бы, не сможет вам поставить двойку, уже хотя бы поставить три с минуса, потому что, действительно, здесь перечисляются все драматурги, которые так или иначе были в этом представлены, плюс с упоминанием некоторых архивистов, в частности, вот, «Озеров Невольный Дани», «Народных Слёзд, Круг Ивканец», «Молодой Семеновый Делин», «Котенин», «Носкресил Корнелий», «Гений Величаевый». Ну, по поводу Котенина, вообще, всех этих четырёх авторов, да, Набоков, походя, так, характеризуют, так, в общем, бездарности и напосредственности, каждому ещё находят отдельные слова, а что касается, значит, Котенина, который воскресил Корнеля, «Гений Величаевый», и, соответственно, Котенин-то, «Никуда не годный», да и Корнель у нас сильно преувеличено, его значение, в общем, тоже сидит в работе, так сидит. Значит, «Гидло», знаменитый балетмейстер французский, работавший в Петербурге, романтическая направленность, такое, что получил даже прозвание, прозвище «Байрон Балет». Вот, поэтому, неоднократно в тексте появляется романа, но, Онегин, даже его уже надоел, соответственно, его тоже пора на смену. Истомина, действительно, балерина того времени, Дуняша Истомина, Абдоттия и Евдокия, дебютировала очень рано, там, 16 лет на сцене, и была довольно успешна. Почему, одна из версий, почему здесь она возникла, именно она возникла, а не другие какие-то балерины. Дело в том, что, ну, к этому времени уже, когда Пушкин писал роман, она, в том числе, выступила в «Балеке», по поэме Пушкина «Кавказский пленинг», на сюжет «Кавказского пленинга», где она играла в Черкешинку, с большим успехом, и Пушкин, как считаю, из некоторой благодарности тоже, ставил ее, увековечивая ее память в своих бессмертных стихах. Ну, по поводу того, что все хлопает, Данегин входит, на самом деле, это, опять-таки, не просто некоторая ирония Пушкина, то есть, это общее место. На самом деле, в это время считалось, вообще, прилично именно так себя вести. То есть, не просто, что Данегин был такой, весь из себя какой-то оригинал, и вот так вот себя вел, ходя по ногам. Все ходили по ногам. Рекомендации, которые напечатали, значит, журналы «Сын Отечества». Вступая в свет, первым себе правилом поставь, никого не почитай. «Сын Отечества». Отнюдь ничему не удивляйся. Ко всему изъявляй холодное равнодушие, везде появляйся, но на минуту. Во все собрания вози с собой рассеяние, скуку, в театр изъявай, ничего не слушай. Вообще, дай уразуметь, что женщин не любишь, презираешь, притворяйся, что не знаешь никакого родства. Вообще, страшись привязанности. Она может тебя завлечь, соединить судьбу твою с творением, которым все делить должно будет. Ну, речь идет, понятно, даже не дай Бог. И в радости, и в горе. Этому влечет в обязанности. Обязанности, суд, удел простых умов. Ты же стремись к высшим подвигам. Вот такие наставления, даваясь в журналы того времени, мы сегодня говорим об упадке нравов. Ну, и собственно, кто, кто хочет классики, если думает, что это только у нас, так и не только у нас. Роман создали «Красное и черное». В Лондоне Жюльян Сорель наконец постиг, что значит истинно светское фатовство. Он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые в дальнейшем невинуемы его друзья Дэми. И он его учит. Вы, дорогой Сорель, предопределены самой судьбой. Вас сама природа наделила этим холодным лицом то, что называется за 3-9 земель от переживаемых вами чувств. То есть, именно там, что мы так стараемся изобразить. То есть, мы добьемся, а что тебе подвезло. Да, вот такие вот люди. Ну, то есть, вот поэтому все хлопает, они выходят, идет межкресел по ногам. То есть, все уже положено. Значит, ярусы кинозоров в императорском театре Большого Камена пять ярусов. То есть, там осмотрел. Двойной ларнет два значения. Есть двойной ларнет как просто с двумя стеклышками пенсне, а есть двойной ларнет действительно бинокль театральный, который, соответственно, есть, скорее всего, театральный бинокль. Лакеи, которые спят на шубах. Тоже иностранцы не понимали, о чем есть речь, что когда приезжали знатные господа в театр, они раздевались на улице. То есть, они скидывали свои шубы, соответственно, своим слугам, а те, естественно, подкладывали их под одно место, потому что сидеть на каменном, холодном, или даже на скамеечке. Поэтому им тут было удобно. Гораздо хуже было вчера. Им шуб не хватало. Шуб была одна, поэтому было только лакеи. Вчера поэтому грелись вокруг костров, потом специально делали печи на улице, кстати, вот, возле театров и светских домов такие для обогрева, и, соответственно, бронили господь, били ладошки для того, чтобы согреться. Ну, понятно, что Онегин у нас, не дослушав, не досмотрев спяток, отправляется домой, и мы нам рисуем его кабинет. Ну, некоторые замечания. Янтарь на трубках Целеграда, Целеград, Константинополь. Соответственно, янтарь, и речь идет, действительно, о длинных турецких трубках, вот с этими длинными штуками, которые сделаны из янтаря. Не буду там дальше гребенки, пилочки и так далее. Значит, Чедаев. Чедаев тот самый Чедаев. Значит, Петр Чадаев, о котором мы прибыли говорить. На самом деле, вот, Набоков уверяет, что именно так правильно произносится его фамилия, даже если пишется с двумя А. Причем, он говорит, есть вариант написания Чадаев, есть вариант написания Чедаев. То есть, в один слот, но даже когда два, то именно так произносится. Ну, те, кто интересовались немножко историей русской философии, знают, что помимо светскости и известности, да, второй Чедаев, мой Евгений, значит, человек тоже, заботящийся о своем внешнем виде, написал еще сочинение, которое он назвал «Философические письма». писал из 1820 года, примерно с этого времени, когда Пушкин писал. Писал по-французски, поэтому сначала все было хорошо. А когда в 1836 году одно из писем перевел и напечатал по-русски, то тут же был официально объявлен сумасшедшим и сказали, что с ним не разговаривать. Ну, сумасшедший, больше уже не печатался. Соответственно, а, вот что я не понимаю, этого он на бок, его тоже не нашел. Не понимаю, как задавать фразу, что я могу пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было бы смело описывать мое же дело. Через запятую. Конечно, это было бы смело, записывать мое же дело, но, запятая над Маталон, враг желать, не понимаю, почему это должно быть смело и что он тут делает. То ли потому, что это его собственное дело и поэтому, это как-то надо какую-то особую смелость описывать. Или, конечно, это было бы смело, но, типа, я же все равно писатель, и поэтому, описывать мое же дело, но, опять-таки, панталонный, фраг, жилет, нет, не знаю, вытранковать, Набокова тоже нет. Значит, что, единственно, можно представить, как Набоков восстанавливает, во что одевался Агей. То есть, скорее всего, это был не просто обычный, там, черный фраг или сюртук. Значит, в то время моды была небесно-голубого цвета, то есть, фраг небесно-голубой, с бархатным воротничком, тесная узкая белая жилетка, синие тоже панталоны, значит, со стрибкими выходящими наружу, из правого кармана обязательно цепочка часов, медные пуговицы на, соответственно, фраге, платок, завязываемый тридцатью двумя разными способами. Ну, поэтому, видимо, чтобы перебрать все способы, три часа и проводил, и все остальное делал. Вот так примерно выглядел, ну, и так примерно выглядели те, кто отправлялись на бал. Значит, полетел он на бал в длинской корректе, значит, понимая, что у Онегина своего экипажа не было, можно было бы подумать, что жил он как-то так себе небогатым. Это не значит, считает Набоков, в то время считалось приличным для светского молодого человека не содержать свой собственный экипаж, а очень даже пользоваться хорошими, часто роскошными, наемными экипажами, которые вот, собственно, немской карет. По поводу карет, замечает Набоков, что вот в России у нас все передвигающиеся на четырех колесах и покрытые сверху, значит, крытые сверху, значит, приспособления называются каретами. Но в отличие от этого, в Англии все это чрезвычайно дефицитировано, и для каждого вида вот этого транспортного средства есть свое собственное название. Поэтому не очень понятно, идет ли речь, например, даже о четырехместной карете, которая вход и дверь, или как ее потом более поздние варианты, двухместной карете, где дверка осталась, сзади остаются два сиденья и заднее окошко, который потом, собственно, вышел в первый уже автомобильский, примерно. Поэтому вопрос с ними сделаем. По поводу плошек, понятно, которые вокруг дома освещают, это просто способ освещения, когда не было еще газовых фонарей, и тем более электрических, плошки с маслом, петелями, они горят. По поводу водных чудаков. Ну, надо сказать, что слово распространенное Пушкина, и как раз применительно к Онегину слово чудак будет неоднократно встречаться, когда причался к ней, даже в конце к Марии Татьяне, мой неисправленный чудак, смотри, да, и так далее. Значит, слово характеризующее, ну, вот такого светского, да, денти, поскольку не очень там обычный. По поводу распроя волоса рукой сказал, каваленгарда шпоры. Скорее всего, не точно. То есть, бренчатка, каваленгарда шпоры. Значит, по предписанию того времени, военные должны были являться на бал в цивильном платье и в башмаках. Ни в каких сапогах и, соответственно, ни в каких шпорах. Ну, как вот говорит Набоков, образ хороший, и, видимо, Пушкин пренебрег точностью для того, чтобы, вот, отразить эту яркую такую картинку. Поэтому, бренчатка, каваленгарда шпоры, летают ножки белые там, а по их, видите, не всегда влетают пламенные зоны. Шепот модных жен, опять же, вот то, Пушкин неоднократно говорит галицизм, да, femme à la mode, то есть, это чистая картинка с французского, значит, модная женщина, femme, поскольку по-французски и женщина, и жена, то у нас, получается, немножко та карьевато, модных жен, потому что мы сразу думаем, что это жен, именно как жены к бужьяни. А если жен, как женщины, то сразу будет понятно, да, гораздо более сладная, ревнивый шепот модных жен, это, значит, самые модные красавицы. Ну, а почему он ревнивый шепот, опять же, там, видимо, они, как это, они ревнивый шепот, по-моему, других модных жен, за которыми ухаживают их мужья, или не модных жен, за которыми ухаживают их мужья. И до этого полный счет та улыбается. Хорошо. Не успеваем. Я не знаю, так, как нам будет? То есть, мы уже работаем полтора часа. А до двух часов? Мы до двух часов доработаем? Как всегда. Так, когда надо будет свернуться. Значит, дальше, как я сказал, идет замечательное вступление, знаменитое вступление про женские ножки. Итак, да, кому нужно идти, мы не будем обижаться, да, приходите в следующий раз. И так, ревнивый шепот и ревнивый шепот и ревнивый шепот модных жен. В одни веселье и желаниях. Я был от балла без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги. Вам предложу свои услуги. Прошу заметить мою речь. Я вас хочу предостеречь. Вы так же, маменьки, построже заточили меня и смотрите вслед. Держите прямо свой лайк. Не то, не то из моих ушей. Я это потому пишу, что сам давно уж не грешу. Увы, на разные забавы я много жизней погубил. Но если бы не страдали нравом, я мало до сих пор. Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целой три пары стройных женских тонн. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустный, охладенный. Я все их помню. И во сне они тревожат сердце. Когда же где? В какой пустыне безумец их забудли швы. Ах, ножки, ножки. Где вы? Где внете вешенец? Взлелеены в восточной неге. На северном печальном снеге мы не оставили следов. Любили мягких вы ковров роскошное прикосновение. Давно для вас я забывал и жажду славы, и похвал, и край отцов, и заточений. Исчезло счастье, юных, как на лугах ваш легкий след. Дианы грудь, ланиты флоры, прелестны, дорогие друзья. Однако, ножка терпсихуры прелестнее, чем для меня. Она, пророчествуя взгляду, неоцененную награду, влечет условною красой желаний своевольной роды. Люблю ее, мой друг Эльвина, по длинной скатертью столов, весной на муравьевых гор, зимой на чугуне камень, на зеркальном паркете зал, у моря на граническом. Я помню, моря, как я завидовал волна, бегущим бурной чередою с любовью лечкой ее нога. Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. О, никогда средь пылких дней кипящей младости моей я не желал с таким мучением лапзают уста младых армид, или розы пламенных ламид, или перси полные томления. Нет, никогда порыв страсти так не теряется в зал пошли. Мне память на другое время. В заветных иногда мечтах держу я счастливое стремя и ножку чувствую в руках. Опять воображение, опять ее прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь, опять тоска, опять любовь. Но полно прославлять надменных богливой лирой своей они не стоят ни лечить, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц обманчивые как ножки заканчивается большое отступление лирическое и несколько по этому поводу замечательно. самое главное, пожалуйста, два. Во-первых, на боках включайте внимание, что русское слово «ножки» очень удачное. Единственное сравнение может быть французское «петипье» то есть, маленькие ступни. а все остальные «фут» там, из чего попало, немецкое. Значит, речь идёт о чём? Значит, сначала нужно о чём идёт речь? Домогов говорит, что это очевидно, речь идёт об именно щиколотке только, то есть, не ноги там, а щиколотке. Поэтому именно эти рисунки у Куркина чаще всего встречаются на полях рукописи. Ну, собственно, о чём он сам потом в тексте скажет, да? «Пишу, и сердце не тоскует, рука, запывшись, не рисует близ неоконченных стихов и женских ножек, не голов». Вот. Поэтому, значит, это. Но самое главное, конечно, не в этом. Самое главное – пушкинисты или специалисты по Евгению Евгену гадают. Так. ну, понятно, что трёх пар женских ног в России хороших нет. Это ладно. Но те-то две, которые он помнит, так чьи, чьи называются. Кому же подходит этот хрустальный башмачок, то есть, вот эти стропы из Евгения Адимина, на чьи ножки же они их можно ввели. Значит, в советских пушкинистах есть четыре основные версии. Ну, прям три. Не, вы уже поняли, что роман Евгения Нигин – это абсолютно исторический роман. Не в смысле, что он рассказывает далёкую историю, а что это прямо в рай жизни, не случайно энциклопедия русской жизни, не какая-то вымышленная, а в том числе и те люди, которые там действуют. Смотрите, даже, вот обратите внимание, да, периодически в романе появляется сам Пушкин, особенно там сейчас дальше мы ещё увидим, просто где он вообще проявляется, да, именно как действующее лицо. Поэтому, когда мы говорим, какие главные герои первой главы? Ну, там вроде кроме Адимина никого нету. Есть. Ещё один главный герой – это сам Пушкин, который там действует, живёт, оценит рассуждение про ножки чьё. Не они, да? Понятно. Это всё Пушкин. Так вот, какие версии по поводу владелец, владелец этих ножек? Версия первая – Мария Раевская. Мария Раевская. Одна из четырёх ночевей генерала Раевского, героя наполеоновских войн. Значит, с ними… История… Тут же нужно ещё так понять, всё стыковало, то есть не просто, мы же вычисляем, а мы пытаемся понять, как же это было по диагнозу. А… Чпушкин, как мы сказали, в восемьсот двадцатом году выслан из Петербурга, то есть едет в Южную ссылку, в Крыму, встречается с семейством генерала Раевского, неполным семейством, с двумя дочерями, там всякими губернарами и прочее, тоже потом будет важно ещё иметь компаньонками, с генералом самим, с его сыном, Александром Раевским, и они едут, соответственно, по Гребу, и там, видимо, где-то проезжают мимо, выезжают в какой-то момент к берегу моря, девочки… А, Бария Раевского выдавим тринадцать лет, что мы тоже понимаем, а её сестре Софии двенадцать лет. Значит, девочки бегут к морю там с ними, и начинают играть в традиционную игру, убегать от волн, которые, значит, набегают на берег, соответственно, они там веселятся, смеются, промокают или не промокают, ну вот это самая игра. И поэтому, вот именно эти строчки, да, как я завидовал волнам бегущим бурной чередой, с другой велички её ногам, то есть этот случай совершенно ясно прописан и самим Пушкиным, и потом в воспоминаниях Марии Раевской есть эпизод, где она рассказывает о том, как они в путешествии с Пушкиным, путешествия с Пушкиным вместе, вот это вот было, но она, например, это было уже пятнадцать лет. Ну, может, конечно, ошибки памяти, а может, случайно, пример. Значит, в дальнейшем Мария Раевская, она выходит замуж за Сергея Волковского, и это вы помните, эта история с декабристами, а он... Извините, а там уже рано выходили замуж, там, пятнадцать лет этого... Ну, не все, не все так рано, бывало их тринадцать, если мы вспомним, няню Татьяны, да, было мне тринадцать лет, когда появились, мне с плачем косу расцвели, с пением в церковь появились. Так вот, она вышла там, ну, не в это время, но позднее, со своим мужем уехала в ссылку, в Нерчинке там была, но парадокс, уехала таки в ссылку с мужем, как честная жена, ссылка влюбилась в другого, мужа бросила, и там, значит, ну, можно на этом истинке наехать в ссылку, чтобы найти своего настоящего околона. Значит, другая версия, это сестра, старшая сестра Марии Волконской, Раевской, ну, Волконской Раевской, Екатерина Раевская, которая не путешествовала с Пушкиным и со своими младшими сестрами, а поджидала их в Гурзуфь, куда они ехали. Пушкин туда потом приехал, и там тоже вполне могла быть такая история, собственно, с Марией Раевской говоря, что она там, когда ему рассказывала вот те истории про Бочисарайский фронтан, которые потом воплотились в воене Бочисарайский фронтан. Очень такая, тоже, продолжительная история, еще третья претендентка, это Елизавета Воронцова, но Воронцова она по мужу, а вообще, значит, сама по происхождению Полька, не знаю, какой фамилик, что-то не посмотрел. У нее был роман с Пушкиным как раз в 1823 году осенью и до лета 1824 года. В это время Пушкин был в Одессе, соответственно, роман был в Одессе. Некоторые, это кто-то, к вопросу о нравах, эпикантных подробностях этого романа. Значит, осенью 1823 года это Елизавета Воронцова, будучи замужем за Воронцовым, будучи на последнем месяце беременности, благополучно имеет любовником Александра Раевского, это сын того самого генерала Раевского, при этом заводит роман с Пушкиным. Причем, ну, то есть, беременность она вообще не считалась, значит, я не понимаю, никаким препятствием для этого. А что касается мужа и любовника, то там, скорее всего, история происходила так, как пишет Набоков. Александр Раевский, для того, чтобы обезопасить себя от мужа и перевести подозрение, значит, спровадил свою возлюбленную Пушкину, тогда еще совсем молодому человеку, вот с тем, чтобы у Пушкина все хорошо было, полгода у них нормальный роман, не знаю, там, к счастью, к облегчению или не к облегчению Александра Раевского, мужу, в общем, было наклевать, поскольку он в это время занимался своими собственными романами, и поэтому позволял жизни делать его чьи она хочет. Вот в результате, как я сказал, до весны они там где-то общались, потом, значит, Пушкин уезжает оттуда, еще они переписываются до осени, ну а дальше, тоже фраза Набокова, как он говорит, Пушкин погряз, как он даже пишет там, даже непристойных, ну каких-то таких, значит, каких-то вот примерно непристойных, интрижких, интрижных, с женщинами клана Осиповых вульф, то есть, когда он приезжает и сидит в деревню, Михайлов скажет, то есть, не просто с какой-то женщин, то есть, да, не просто с какой-то, с женщинами клана Осиповых вульф, золотая молодежь, с которой Пушкин видела тоже относился. Ну и четвертая претендентка на обладательницу этих замечательных ног, или этих ножек, это как раз, как я сказал, компаньонка младших дочерей Раевских, в которые Пушкин ехал, потому что она тоже была в этой компании, татарская, значит, там, молодая женщина, Анна Ивановна, фамилия ее не сохранилась, идем по тому, что татарская, не знаю, но, тем не менее, у нее была тоже возможность, как она участвовала в тех же самых забавах на берегу моря, да, в убегании от волк, так что, вопрос открыт. Ну, как предлагает сам Набоков считать, что эти две ножки, которые Пушкин написывает, одна из них принадлежала Марии Раевской, другая принадлежала имени Елизавете Францовой, и на этом уже закончили закончить историю. Следующий фрагмент первой главы, ну, можно так обобщенно как-то назвать, значит, «Тоска ильхандра», да, значит, мы помним, закончилось отступление, Пушкин вводит снова у нас в действие романа, что ж мы о ней, что ж мы о ней, полусонный, в постели с бала едет он, а Петербург неугомонный, уж барабаном пробужден, встает купец, разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином охтинка спешит, под ней снег утренний скрипит, проснулся утро, шум приятный, раскрыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник, немец аккуратный, в бумажном провоге не раз уж отворял свой лаз из нас. шумом утомленный, и утро в полночь обродя, спокойно спит, в тени, в тиши блаженные, забавки, роскоши, дедя, проснется запомни, и снова до утра жизнь его готова, однообразно и пестра, и завтра тому, что вчера. Но был ли счастлив, мой любитель, свободный в свете лучших лет, среди блистательных побед, среди десятидневных наслаждений, вообще ли был он в свих перов неосторожен и здоровым? Нет. Рано чувства в нем остыли, ему наскучился шум. Красавицы недолго были предмет его привычных домов. Измены тут обиде успелы, друзья и дружба надоели, за тем, что не всегда же мог биф стекс и стразбургский пирог, шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И, хотя он был порез опылкой, но разлюбил он, наконец, и брак, и сам, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им овладела понимание. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. как чилд гороль, угрюны, тонны, в гостиных появлялся, ни сплетни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скром, ничто не трогало его, не замечало ничего. Причудницы большого света, всех прежде, нас оставило неправда то, что в наше лето довольно скучно вышли. Хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор не сносный, хоть невинный взгляд. К тому же они так непорочные, после того, что сказано, так величавы, так умны, так благочестия полны, так осмотрите, так точно, так неприступны для мужчин, что вид их уж рождает спирь. И вы, красотки молодые, которых позднюю порой вносят дрожки удалые по Метербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений Олегин дома заперся, взевая за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло, а испирая его, и не попал он в цель задорные людей, какой их не сужил, за тем, чтобы не принадлежал. И снова обреданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Отрядом книг уставил полгу, читал, читал, а все без толку. Там обман или бред в том совести, в том смысла нет. на всех различные велиги, и устарела старина, и старый мредит новизна, как женщин он оставил к ним, и полку с дружной их семьей задернул правовной ковтой. Вот здесь можно остановиться, чтобы некоторые комментарии сказать, ну, бегло совсем, да, Охта это просто часть Петербурга, поэтому на финском языке так называлась, поэтому это не какая-то там национальность, скорее житель микрорайона, как бы мы сейчас сказали. Бумажно-колпаке, чуть интереснее, значит, немец-хлебник-аккуратный, бумажно-колпаке, значит, видимо, перевод вообще котом, да, ну или по-французски, хлопок, то есть на самом деле это хлопковый колпак, понятно, да, что вообще-то бумажный, совершенно не бумажный, а если ткань, ну, что касается немец-хлебник-аккуратный отворял свой «вас из нас», речь идет о окошечке, которым там говорили, да, отбрасывалось он, оно наружу, это окошечко, и немец спрашивал, то есть «вас из нас», включил там, да, что такое, и поэтому продавал теперь это окошечко, по-русски, Пушкин колебался писать это по-немецки, по-русски, конечно, написал по-русски, что слово тогда, видимо, уже считалось вполне заимствованным, сегодня нет, а тогда, видимо, да. ну, по бифштексу я сказал, да, что он стоил 25 копей, а, другой, это, что это такое было, значит, вот Набоков это было важно, видимо, потому что он для американской публики писал, что бифштекс, да, бифштекс, а потом бифштекс, немецкий вариант звучания, это совсем не то, что сегодня алиликарский едят как бифштекс, значит, бифштекс, бифштекс вот того времени, это был толстый кусок говядины, толстый кусок говядины, сочный, и яркого цвета, и, соответственно, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, все захотелось кушать, никак не подходило, как он пишет, на те тонкие подметки горелого мяса, которые сегодня доскармливают в Америке, значит, несчастных посетителей фастфудов, поэтому это, в общем, была довольно вкусная еда, хотя и не очень дорогая, судя по всему, ну, видимо, от изобилия говядины, который в то время России был, значит, сплин, подобный ангельсовом сплин, в 17 веке стала модная история, то есть, модно было, ну, во всей группе, и в Англии, и во Франции, значит, быть вот таким вот скучающим, и тоскующим, до такой степени модно, что швейцарские, английские, и французские трактирщики приобретали особую профессию психотерапевтов, уговаривая молодых людей, которые у них в трактире пили, не стреляться здесь на месте, то есть, а выйти хотя бы куда-нибудь по двор, то есть, это была распространенная история, и самоубийцами люди, конечно, закачивали нередко, то есть, вот какая, до чего может довести мода на непродуманные вот такие вот вещи, модно-расплин. Чильд Гороль, ну, мы привыкли к произведению Чальд Гороль, значит, почему здесь Чильд Гороль, хотя, наверное, правильно Чальд, если с английского читать, но, мы помним, что Одегин все читал с французского, французский, если мы просто перепишем те же самые буквочки, будет Чильд Гороль, да, СЕ, если будет Чильд Гороль, соответственно, Чильд Гороль, который, наверное, будет. Сам Пушкин тоже пробовал разные варианты, и по-русски, и по-английски, причем Гороль через А, Гороль, или через О, поэтому, здесь, в общем, не придирается, как оно есть. По поводу французского и английского языка, то замечание Забокова будет странно, необъяснилый факт, что мальчиков, то есть, всех детей учили французскому языку, а английскому только девочке. То есть, девочки учили больше, а не учили и французскому, и английскому. Не знаю почему, но может быть, чтобы расширить круг возможных женихов за счет увеличения количества языков, на которых девушка общается. Ну, Сей Бентама, кратенько, Сей известный экономист во время, Бентам и Енеми Бентам, он и мыслитель, и философ, считается начальником такого направления, как утилитаризм, в этике направления, которая пыталась перевести, как это все, точно посчитать, чтобы было в граммах. Да, и поэтому все нравственные нормы пытались пересчитать на некий здравый смысл. И что считать нравственным? Нравственным считать то, что дает наибольшее удовлетворение наибольшему числу людей. Вот, ну понятно, что в результате, конечно, ни к чему не пришло, но, тем не менее, вопрос обсуждался. Вопрос обсуждался. Красотки молодые. А, по поводу, сначала давайте, довольно скучный вышитон, по поводу причудницы большого света. По этому поводу есть примечание самого Пушкина, где пишется, что автор здесь под мнимым осуждением, потому что они так непорочные, так величавые, так и в том, что Витых уже дает сплит, на самом деле, в заволейной форме, хвален этих самых так. Я думаю, что само примечание Пушкина вдвойне иронично. Он, конечно, написал то, что он хотел написать.